Прекрасные новости. 15 сентября в парке имени Гагарина пройдет фестиваль по национальным видам спорта. На фестивале зрители увидят и смогут поучаствовать в народных играх, городках, лапте, якутской борьбе на палках. Да, еще и нарды тоже. Впервые на фестивале по национальным видам спорта состоится квест «Забег традиций». Будет очень интересно. Нас и вас в этом убедит гость в студии. Наталья Суркова, начальник управления по взаимодействию с общественными объединениями администрации города Челябинска. Доброе утро. Итак, расскажите, пожалуйста, в какой раз проводим подобный фестиваль, что нового будет в этот раз и вообще какая цель у него? Мне бы хотелось сказать, что мы впервые в городе Челябинске будем проводить именно фестиваль по национальным видам спорта. В прошлом году в рамках общественно-политического вернисажа мы сделали показательные выступления. Люди очень заинтересовались, и в этом году мы выводим вот такое мероприятие. Цель такая – показать на самом деле жителям города Челябинска, что национальные виды спорта существуют. Ими увлекаются очень много жителей, людей, и они ничем не уступают олимпийским видам спорта. Поэтому показать такую многовековую культуру, соблюдение традиций, силу, ловкость, смелости всех народов, которые проживают на Южном Урале. Но мы вот немного перечислили. Расскажите еще вот все-таки круглозор, в чем можно будет посоревноваться? Какие будут? В рамках фестиваля будут, конечно, показательные выступления спортсменов. И в рамках фестиваля мы будем делать забег традиций, квест такой, который будет по шести площадкам. Это будет игровой спорт, это и будут городки, это лапта, это, как вы сказали, уже якутская борьба на палках, это масс-реслинг. То есть люди могут посоревноваться, это будет командная игра. Уже сейчас у нас открыта регистрация в группе ВКонтакте за бег традиций 74, поэтому уже набрали 20 команд. И шестой я не буду открывать, что это будет за точка. Это будет очень такой сюрприз для команды, которая примет в этом участие. Хорошо. Ну, если вы это оставите в тайге, вы тогда не оставляйте в тайге, что вы нам принесли сегодня. Ну, мы видим, это же медаль, скорее всего. Да, это медаль. Нам партнеры предложили сделать вот такую, скажем, экологически чистую медальку. То есть она чуть-чуть еще будет более так посовременнее выглядеть, и каждый участник получит вот такую вот медаль. А кто будет у вас принимать участие еще, можно выкраженно сказать? Все желающие могут. Да, все желающие. Мы вдвоем сказали, мы будем командой. Вы будете командой, но вам еще нужно четверых хотя бы подобрать, да, то есть чтобы команда была на шесть человек. И это могут быть и семейные, да, команды, это могут быть и просто и студенты, и все. Но вот сейчас у нас зарегистрировались национальные культурные центры, вот уже 20 команд у нас есть. И эта регистрация постоянно идет, поэтому я думаю, что это будет очень интересно. Отлично. Ну давайте тогда более подробно, во-первых, куда отправляться командам, чтобы зарегистрироваться, есть ли сайт какой-то либо информационный ресурс. И давайте пригласим всех челябинцев, гостей нашего города. Там ведь будет что посмотреть зрителям, не участникам? Конечно. Во-первых, там будут проводиться хороводы, разные творческие выступления национально-культурных центров. То есть все те традиции и культуры, которые у нас вот есть на Южном Урале, у нас же проживает очень много народов. Конечно, конечно. И, конечно же, поучаствовать. Каждая команда получит подарок, в зависимости, какое место она займет. Будет, как всегда, вестись, ну, как и на олимпийских видах спорта, да, соревнованиях. Это турнирная таблица. Будет время, конечно, когда старт, когда финиш и так далее. Я думаю, что это будет все интересно. Зарегистрироваться можно у нас в группе ВКонтакте, это забег 74. Отлично. Ну а куда приходить и когда? Значит, мы всех жителей ждем в 12.00, парк имени Гагарина, около фонтана. Отлично, хорошо. Ну что же, все, кто желает поучаствовать в этом спортивном соревновании, то отправляйтесь. А мы благодарим Наталью Суркову, начальника управления по взаимодействию с общественными объединениями администрации города Челябинска.